Субтитры делал DimaTorzok Вот погрустим Набивает Забаха Это уж да Вкупе с Антоном все-таки не забывай Володь, скажи, а вот нас, когда мы помрем, быстро забудут? Так нас и сейчас-то не знают А что можно сказать, не забудут никогда? Никогда не забудут Не, а может быть нас вспомнят? А вот это вряд ли, а то, что никогда не забудут, это вот почти нахуй Субтитры делал DimaTorzok Вы можете назвать хоть одного современного композитора? У меня спецкурс, я читаю, на Фегасовском факультете МГУ И каждый год задаю один и тот же вопрос Я прошу назвать хоть одну фамилию современного композитора Меня никто не назвал И правильно, даже последний современный композитор, ну кто там? Пиар Тифра Но их уже даже не знают Я помню те моменты, 60-е годы, когда какие-нибудь доктора физико-математических наук Там трясущимися отволнением руками Ставили там 4-ю или 8-ю симфонию Шостаковича Вот где-то на кухнях коммунальных, да, и слушают Сейчас это даже невозможно представить Ну, вы можете себе представить, чтобы люди собрались, чтобы послушать, я не знаю Ну, не Батагова, меня, ну, даже Стива Райха Вы можете себе это представить, такой ситуации? Ну, такой ситуации не может быть по определению Как шумно здесь Возможно, где, например, видео где-то, в котором с моей музыкой Вот как раз этот перформанс Ничего не понятно, ничего не видно, ничего не слышно Господа, хочется все время с некоторым драйвом вперед лежать Не топтаться назад и не осаживать это дело Не тягомотину из этого стараться не сделать А наоборот, оживите тут почти безнадежную грязь Положите туда вот все, что у вас есть Хочется заметить просто на уровне ощущения, что вот я собрался в одной компании Эстетически мне совершенно чуждых людей И вот как-то мне очень приятно быть в этой компании Просто вот общаться и разговаривать Мы с трудодомом, но я сейчас себя имею в виду Можем слушать музыку друг друга, допустим Вот, и все Это какой-то отстойный, наверное, занятие музыку Нет, ну, сейчас я тоже буду говорить, что мне некоторые твои вещи Там вот фейерверк или там какие-то вещи нравятся Ну, вспомнил еще детские пьесы Вот ваша самая лучшая вещь – это «Коты везде» Я ее иногда просто пою Ну, вот «Коты везде», но ведь правда ведь Ну, ведь вот это переплюнуть вообще невозможно Ну, да Самое лучшее, что я сделаю – это просто то, что я сделаю в 5-6 лет Все остальное – абсолютное говно Это я могу сейчас это самое сказать Ну, а что делать? Я же не могу дорасти до этого Тут я с тобой полностью Вообще интересная вещь, что музыка – это такая профессия, которую дети действительно осваивают, пока они еще ничего не соображают Их родители по каким-то причинам, которые очевидны для родителей, но никак не очевидны для детей Вот по каким-то причинам они сажают ребенка за тот же самый рояль А потом, когда он вырастет, то вроде бы у него все детство уже угроблено Вот на это В футбол он вовремя там не поиграл Пока все там бегали, а он там эти дочерни играл Ну, что теперь делать? Уже обидно Уже назад дороги-то нету А потому что все остальные творческие профессии – это все-таки позже А у тебя вот так произошло как-то, да? Вот когда мне было года два, меньше Я сидел на горшке, а горшок стоял на рояле Вот, так что, видимо, вот это и обусловило Как же ты туда забирался? Ты же высоко Да я не сам забирался, но меня вот как раз родители туда ставили То есть, видимо, мое отношение вот к музыке, оно вот таким вот и получилось Так что все, что я делаю, наверное… И до сих пор это занимаешься? Ну, в основном, да, конечно Так что стечить меня серьезным музыкантам, наверное, трудно Субтитры создавал DimaTorzok Вообще забавно, я приеду в Америку и буду там русским композитором, который почему-то буддист Я посмотрел на собственный пресс-релиз, который писал не я И я просто представил себе вот американского слушателя, который читает этот пресс-релиз И я подумал, что он ничего не поймет Русский композитор, пианист, буддист, ладно, это все еще туда-сюда Но почему-то он переводит книжки Или там делает синхронный перевод учений Далай-Ламы в Швейцарии Вот это уже полный бред, хоть это и правда В общем, ну, прочитают они это, подумают, да, умом Россию Ну, умом Россию не понять, но гражданином быть обязан Есть еще вариация этого текста, она звучит так Умом Россию не пронять Когда я сам с собой, у меня все время звучит какая-то музыка Причем, либо это музыка чья-то, про которую я знаю, чья она и что это за сочинение Либо это музыка, которую я не знаю, чья она Тогда я могу предположить, что это там клавирная музыка Баха, например, или моя собственная Она практически постоянно звучит, не как навязчивая идея Но всегда там что-то звучит В этом смысле, когда музыка идет из мне, она начинает мешать моим собственным звучанием Что я воспринимаю как вмешательство в мою личную жизнь Композитор, это вообще в смысле классической музыки, в смысле классической профессии Композитор, это вообще не очень понятно, что это такое сейчас Та музыка, которую мы считаем музыкой продолжающей традиции гайден и так далее Она перемещается в сферу любительства или в сферу там, где денег не может быть Причем это перемещение очень постепенное Если мы посмотрим тексты, как композиторы жаловались на жизнь в разное время В моцартовские времена там князь мало платит, Бетховен перестал служить князьям Но ему платили издатели, он с ними ругался там Но если мы посмотрим, как там, что того же Прокофьева издавали и исполняли То мы как-то подумаем, что вообще-то хорошо люди жили Значит, вот это, это центр империи Союза советских композиторов Вот здесь жили самые великие Здесь Шостакович жил, Хачатурян, которому памятник, Кабалевский Когда-то я здесь жил, в этом доме Соседи у него по площадке был Антар, выходили на берег Катюша А вот эти балконы, там как раз Лепин жил и сочинял карнавальную ночь И вся карнавальная ночь сочинялась у меня, прямо на голове Из магазина диеты нам все на дом приносили Молоко, ряженку, кефир, там, газированные сырки Из филипповской булочной приносили хлеб, там, калорийные булочки Родносчики такие вот были, вот, приносили все это, да Просто вот, входили по этажам Вот здесь была совершенно замечательная библиотека нотная Книжная библиотека очень хорошая была Медпункт замечательный, где все можно было сделать От ОВЧ до полиурографии, зубоврачебный кабинет И все это для композиторов В нашем доме еще раньше был кабак И в этом кабаке было специальное отделение для композиторов Куда могли заходить только композиторы И никто другого не мог И вот, ну, если ты композитор, ты заходишь в эту самую специальную комнату Там выпиваешь, там, ешь, там, все, что надо Значит, потом, когда перестройка пошла Это, значит, кабак гикнулся И остался вот один этот кофеюшник, в который мы зайдем Но в этом кофеюшнике был столик И на этом столике стояла всегда табличка Столик для композиторов То есть душу тонкую композиторов всегда грело И то, что где-то в мире есть такой момент Где есть столик для композиторов Где он может опрокинуть рюмку водки Вот, а потом вдруг В один момент я зашел И вдруг вижу, что там уже не столик для композиторов А столик для администрации Когда я это увидел, я подумал, зачем я писал вот эти книги Конец времени композиторов Конец Конец, но ведь надо Геома Дамашева все время помнить Мой конец, мое начало А вы-то чего музыку пишете тогда? Ну, я же половинчатый человек, я тоже об этом пишу Ну, как и чего делать? А что мне делать? Я другого ничего не умею Ну, вот тут Паша тут тоже вот показывал С него тоже говорит, что я тоже ничего не умею Мировая премьера Павел Карманов Дважды двойной концерт Для двух флей, двух обоев и двух оркестров В возрасте лет 5-6 я был совершенно помешанным таким вундеркиндом Я ничего, кроме музыки, не знал Уже в 5 лет я считал, что я хочу быть композитором При этом я не хочу быть пианистом и исполнителем Почему-то я считал А вот именно придумывателем чего-то такого Какие-то придумывал песенки Из Сибири, из Новосибирска поехал в Москву В связи с тем, что моя мама отправила Какие-то мои детские пьесы Известному преподавателю Кабалевскому Который написал ей в письме Что надо все бросать И ехать в Москву И учить ребенка музыку Я еще классе, наверное, в 9-м, когда учился в школе Я решил, что я просто не буду вот таким Становиться композитором Которых я видел вокруг себя В качестве преподавателей наших вузов Я видел, что эти люди, они просто бедствуют Я как раз из тех людей, которые пытаются Каким-то образом в этой профессии удерживаться За счет того, что, в общем, не отказываться Фактически ни от чего Я, к сожалению, не имею возможности Отказываться от каких-то неприятных вещей Когда происходит 8, 10, 14 переделок По рекламному ролику Про какое-нибудь пиво Это, в конце концов, уже начинается Унижение какое-то Понимаете? Мне напоминает Именно что сдачу в аренду Моих мозгов Неким людям И они с этой частью мозга делают, что хотят Рекламные ролики, которыми я занимался 12 лет Они принесли мне определенные дивиденды За что им большое спасибо Но Силы мои Силы мои закончились В общем, на этом поприще В каком-то смысле Мой мозг поцарапан Вот этим всем Как линза на фотоаппарате Вот у нас в стране Не существует никаких институций Поддержки Вот этих независимых Современных композиторов Меня заинтересовал В свое время рассказ Одного коллеги Который рассказывал мне О том, что он был на концерте Финской музыки Там находилась На фуршете Некая госпожа То ли посол То ли консул Финляндии в России У них состоялась беседа И Она ему объясняла Что у нас такая маленькая страна Финляндия Мы же не знаем Кто будет великий Кто останется в веках Мы всех поддерживаем У нас народа немного Художников, писателей На всякий случай Там есть гранты Пусть сидят и работают Ребята Кто-то из них Может быть что-то хорошее создаст А у вас, говорит Страна большая Не поддерживает никого Как вы тут живете Америка тоже большая страна Ну там что-то можно В смысле грантов Изыскать Сейчас кризис Я хочу сказать Размер не имеет значения В данном случае Есть какие-то понятия Престиж страны Он не заключается В количестве Боеголовок Или каких-то таких вещей А кто знает Может быть этот человек Сидит сейчас Что-то такое Пишет Какие-то нотки Вот может быть потом Выяснится Что это же Собственно и есть Престиж нашей страны Вы смотрели Ностальгию Тарковского Ну вот он рассказывает Я здесь живу Вот он нашел эту лужу В Италии Где он пьет водку Там Я здесь живу И вот Нет Вот я вот Именно В этой лужи живу И мне комфортно Я понимаю Что нормальный человек Здесь жить В Москве Не может Особенно Когда Начинает наступать Вот эта самая Какая-то Осень Зима Когда Все пощикывает Чутку ходишь В эти самые В лужах Когда Но мне Это Вот Ну вот Понимаете Как Можно жить В таком городе Как и Ленин Мог очутиться Ну как Во дворе Мог появиться Памятник Отец Тут Смотрите Когда просто Во дворе Во дворе Стоит Такая прелесть Самое интересное Что Москву Я не любил Никогда При том Что В том месте Где сейчас Стоит Вот это Уродство Постройки 1957 года Из серого Кирпича Где я живу Стоял Особняк Который Принадлежал Нашей семье Который Соответственно Был Благополучно Слом Как ее Можно любить Если ее Становится Меньше Да Вот В этом смысле Ну Любить-то Нужно Такая Представляется Снаряд Два раза В одно место Не падает А Москва Это то место Где снаряд Упал Три раза Это Вот Шилов Глизунов И Церетели А здесь Место Прямого Попадания Вот эта группа Меня восхищает Всегда Да И я хотел бы Вот Тоже Разглядывать Эту картину Давайте я Сюда зайду Сейчас просто Да Смотрите Нужно Ну скажите Ну скажите С доски Да Видите Они какие-то Высокие Такие Интеллектуалы Особенно Вот этот Какой-то Такой Я лично И присутствовал Как Владимир Писал музыку Для фильма Остров И когда Ему Какой-то Звукорежиссер Попросил Убрать Большой Барабан Когда Прошу Убрать Большой Барабан Это Высший Пилотаж Все-таки Об очень Высокой Душевной Звукорежиссеры Часто Считают Себя Вправе Вмешиваться В эти Процессы Я Конечно Стараюсь В своем Стиле Что-то Делать И в кино И для Телевидения Но Как-то Раз Когда Я писал Музыку К фильму Я Принес Какой-то Свой Трек С концерта Мне казалось Что он Подходит Там Вполне Как некая Музыка Которая Звучит То ли Из радио То ли Откуда Еще Продюсер Тетенька Сказала Мне Не надо Нам Вот этих Песен Средневековых Министрелей У меня Такая была Псевдобарочная Какая-то Музыка Ну Не надо Так не надо Музыка Я Только В этом Году Начал Получать Какой-то Гонорар За Некую Музыку Которую Не написал Для изображения Или по чьему-либо Заказу Или по чьей-то Указке Прожить На это Все равно Нельзя Но это Хоть какое-то Начало Потому что До того Я ни разу Ничего Не заработал Никакой Своей Так называемой Серьезной Своей Собственной Музыки Я Очень люблю Свою машину Мать Я думаю Что в общем Я так и сделаю В ближайшем будущем Займусь Мытьем машин Может быть Открою мойку В Америке Но в конце концов Надо кем-то Серьезным Мужским делом Заниматься Нет Композиторы Это ругательство Если игре на рояле Я научить действительно Можно Потому что Это предполагает Какой-то Все-таки Практический Технический Процесс Хотя Этому Учат Действительно В детстве Что касается Преподавания Обучения Композиции То если мы Перечислим Список Композиторов Ну скажем 19-20 века Которые никогда Не учились Композиции И даже Не учились Игре на музыкальном Инструменте Вот так Как этому Учился я То есть Я имею в виду Формат Консерватории Вот Если мы Просто назовем Всех этих людей Которые По сути Дилетанты То В общем Мы выясним Что Самое лучшее Что в 19-20 веке Вообще написано Это написано Дилетанты Которые не имели Композиторского Назования Мусоргский Стравинский Шонберг Римский Корсаков Бородин И так далее Когда я стал делать музыку Для телевидения Для кино То Лично меня Это очень встряхнуло И очень дисциплинировало И заставило Как-то Мобилизовать Все эти Ресурсы Которые Я бы Наверное Никогда в жизни Не собрал бы вместе Потому что Ну так я Очень Как-то пафосно И серьезно Относился К тому Что Я пианист Которые играют Такую-то и такую-то музыку Или вот я Композитор Просто количество музыки Которую нужно было написать Скажем Для телеканала НТВ В 97-м году Оно было такое Что Мне просто Нужно было Вот как вот Нырнуть Так Вдохнул Нос зажал И Спасибо По смытью машины Все очень просто Вот например Когда Напишешь Какую-нибудь музыку И потом Попросишь Исполнителя Ее сыграть Они ведь Сыграют не так Как Подразумевалось Либо это будет Просто Плохо Не вместе Фальшиво Недисциплинированно То есть я к этому Не имею никакого отношения Вот то же самое Смесьем машины Потому что Когда приезжаешь на мойку Их дело Это Как можно быстрее Слупить с тебя деньги И чтобы ты Уехал А кто-то другой Встал на твое место Не форсирует Не форсирует Работа Это некие усилия Которые надо Все время Прикладывать Если ты не будешь Прикладывать эти усилия Мозговые К тому Чтобы что-то Выдумать Чтобы какую-то бабочку Поймать Вот рядом с собой Она летает И хоп И в ноты Засунул По-моему Все с курицей Непростое такое Конечно Но С курицей Некоторые мои пьесы Написаны за два дня Бывает такое ощущение Что вот как-то Вот раз И пришла какая-то В голову Мысль хорошая Это часто Связано с каким-то Стечением обстоятельств Вот например Едут ко мне гости И везут ко мне Четыре бутылки Вина Чилийского Карменерия Вот такой стимул Он может меня Например Сподвигнуть на то Чтобы я Пока они едут Вот за эти полчаса У меня А может возникнуть Какая-то Необычайно яркая идея Я потом ее разобью И из нее получится пьеса Про обслуживание Ну любимым делом Если мне за это Вдруг заплатят Я буду приятно удивлен В общем я занимаюсь Потому что я этим Хочу заниматься А деньги я зарабатываю Ну допустим Преподавание В результате Получится композитор Которые будут заниматься То, чему и хочет Таким же хобби И будут при этом Преподавать Допустим Получается Что это композиторство В режиме любительства Это никак не связано С качеством Это может быть Высшей степени Профессиональная работа Но один американский Мой познакомый Как-то очень хорошо Ну ты же за это Не получаешь деньги Значит это композитор Любитель Я пытался сначала Быть, ну как же Я же так делаю Как мало кто Хорошо Ну ты же деньги Не получаешь Значит ты любитель А вот если ты продаешь Это в виде нот Компакт дисков Деньги за спектакль Тогда ты профессионал Главное платят деньги Или не платят Вот разница Между любительным А профессионалом Для меня Некой центральный момент Это музыка Оказывается Фактически И там собственно Я и живу Изначально мне интересно Два звука сложить И потом к нему Третий добавить И посмотреть Что получится Скажем В отличие от Бетховена Который нам что-то рассказывает Если влесешься То пропустишь Какую-то часть И дальше не поймешь Что происходит То что я пытаюсь сделать Что мы можем Слушать как фоновую музыку А можем ее слушать Как обычную музыку Если мы начинаем Слушать ее внимательно И детально Она не разочаровывает Она дает все сполна И она содержит в себе Столько связей Вот на этих картинках Как бы можно угадать Что если мы мысленно Все эти линии воспринимаем Что наша способность К восприятию Слишком ограничена Чтобы воспринять Все эти связи Которые есть Вот в этих комбинациях В этих созвучиях Я это все Все это вселенная И каждому пожелал Дать такое определение Любому человеку Который может представлять Для любого другого Какой-то интерес Во всех вещах Которые мне придают значение Всегда какой-то аспект Условно говоря Религиозный присутствует И его не надо заявлять Его не надо объявлять Это всегда некое соотношение Вертикальное Даже скорее чем горизонтальное То есть коммуникация Через музыку С другими людьми Вроде бы не так интересно Что касается мотивации То когда вот происходит Это озарение первичное Оно настолько сладостное Оно настолько пронзительное Что с ним ничего не сравнится Вот это импульс Вот это самое главное что есть Профессиональный Вот будь то художник Будь то композитор Он пытается зафиксировать Отцвет вот того К чему каждый По-своему наверное Прикасался И насколько вот этот Импульс Он может быть донесен Человек который Ощутил в себе импульс Он будет думать Как это вообще сделать И будет все время В отчаянии приходить Что это все Ну как бы это не то То есть вот Понимаете вот Ну естественно не то Ну вот не то Я все время с собой Недоволен Я бесконечно с собой Недоволен Просто до каких-то До депрессий Работа композитора В моем понимании Похожа на работу Штангиста Нужно к этой штанге Подойти много раз Дернуть ее Там попробовать Не получилось Еще раз дернул И где-то там 20-го раза Ну там взял вес Да Грубо говоря Не особенно много Думаю об идеологии Содержания своих произведений У меня какая-то задача Такая очень простая Мне хочется Чтобы люди радовались Я как бы работаю Для некого общего человека Не для специалиста Профессионала Не для музыковеда Меня всегда расстраивало Что аудитория У авангардных композиторов Очень мала Мне хотелось бы Чтобы некое Большее количество людей Чем 200 человек Или 300 Все-таки как-то Воспринимало мою музыку Радовалось ей И вот у меня какая-то Очень упрощенная В этом смысле модель Моей жизни А зачем ее усложнять Я вот слушаю То, что ты говоришь Действительно Вот что делать Не важно А вот зачем И что от этого Меняется Вот это вот Наверное как-то важнее Понимаешь И в данном случае Ты, Паша Рассуждаешь как буддист Потому что То, что ты делаешь Ты делаешь не для себя Вот ты сам сейчас это сказал Паша, это чисто эгоизм Своей стороны Потому что ты говоришь Я делаю другим хорошо Потому что мне нравится Когда другим хорошо Потому что у меня самому От этого хорошо Ну да Получается, что да Чисто эгоистически Про мою музыку Говорить не надо Я просто Как говорится Бедный несчастный человек Такой Который родился Ни в свое время Не в своей тарелке Не в своем месте Но приду Понимаете Вот это поколение придет И в принципе Я просто его подготавливаю Вот что очень важно Я подготавливаю Приход этого поколения А просто я Ну просто Помет говно Просто помню То есть говно В хорошем смысле Гумус Скорее Из которого Дальше что-то может Произойти Именно потому что Я вот делаю То что я делаю Будет вот Грубо говоря Новый Моцарт И Бетховена И так далее Ну вот так Вот да Моя задача Великая Аномальника Это великое Моцарт Надо быть номером один Или никаким Да Ну композитор Если он пишет Он должен делать вещь Рядом с которой Все меркнет Ну конечно Когда вот У Антона Есть такая вещь Как Тетраксис Это у меня Безумная ревность Я никогда Такую вещь Я ревную Ну как Потому что Это вещь Ну великая Какая-то Вот Можно гулять Пить Прелюбодействовать Вот Если человек Написал Вот такую вот Вещь Которую он написал Там все Остальные вопросы Снимаются Вообще Очень забавно Когда разные люди Независимо от Того Чем они в этой жизни Занимаются Вдруг начинают Испытывать Очень радостное чувство При упоминании О телеканале Культура То есть Когда вдруг Кто-то узнает Что Вот Я оказывается Сочиняю музыку Для канала Культура Тут они просто Аж Вообще Расцветают В улыбке Как например Произошло С дамой Которая Выдаёт Американские Визы В посольстве Когда она Увидела В моей анкете Слово Телеканал Культура Она страшно Обрадовалась Ой Это мой Любимый Телеканал Ой Вы знаете Да Я другие каналы Вообще Не смотрю Они меня так Раздражают А вот Это вот Ой Ну как Хорошо Да на два года Вам визу Ну пожалуйста Многоразовую Ой Ну конечно С удовольствием Ну вот Забавно Это все 99% музыки Которую я написал Собственно Не для телеканала Культура А просто так Ни эта дама Ни кто-либо еще В этой стране Никогда в жизни Не услышит И не найдет Хотя даже Она там Издана На довольно Большом количестве Компакт-дисков И гуляет По интернету Все равно Это все Ну такой вот Мусор Который В общем Никому не нужен И никто Это не заметит Никогда Вот И Это вообще Вполне естественно Потому что Ну не такое Сейчас время Чтобы Люди Хотели что-то Услышать От Так называемых Композиторов Об одном уточнении Я хотел бы попросить Вот ты говоришь Что вот этот Первоначальный Импульс озарения Который происходит И потом Какие бы усилия Это прилагал Ну там художник Моцарт Или кто там Как раз Наверное Как раз Там все и получалось Подожди Подожди У меня вопрос Собственно На каком этапе В каком момент Что-то пропадает Тут должен быть Общекультурный бульон Какой-то Вот бытовой бульон Ну как вот Бассейн С спущенной водой Вот плывите Пожалуйста Ну самое гениальное Провец Допустим Ну в бассейне Нет воды Ну и плывите Слушай Если когда Моцарт Попадает в нашей ситуации Где бульона нет То что бы там ни было Мы все равно Это услышать не можем Каникулы Бога Бог взял отпуск И место его пустое Поэтому мы отдыхаем Друг от друга В общем короче говоря Время пустого урока Понимаете Никого нет там Пустой урок Это что такое Когда какой-нибудь Нелюбимый учитель По математике Там или чего там Да Там Друг заболевает Урока нет Ну подождите Вы в школе-то учились Наверное Вот этот пустой урок Как у нас называлось Это время парадокс И вот мы сейчас живем Именно в такое время И вот надо его Оценить вот Именно за это Потому что Все прежнее отошло Этого не будет Вот действительно Понимаете Я говорю Конец времени композиторов Какой конец времени композиторов Конец всему Конец буддизму Христианства Вообще Всему этому конец То есть вы Православный человек Заявили что христианство Кончилось Ну да Сейчас Ну в частности Вы после этого Продолжаете ходить в храм Вы говорили на исповеди Я сказал Я сказал это в частной беседе Нет Но вы понимаете То что вы так говорите Да еще с таким вот Как бы вот драйвом Это значит Что вы действительно так думаете Я так думаю А раз вы так думаете То все Понимаете Вот это вот может быть Вот парадокс Это никакой не парадокс Это ерунда какая-то Да На постном масле Но дело в том Что вот эта ерунда На постном масле Она может быть больше парадокс Так конец времени постного масла Конец времени постного масла Так же ерунда Скоро не будет скоро не будет мы говорим сейчас уже как бы это не настоящие вы знаете вообще-то сейчас не настоящий постный масло ведь но всего же не так и можно будет только олиганец кашерного там всего то может это для всех ерунда но для меня вот этот поворот вот это говорит там там о родине или об отечестве вот этот поворот моя родина вот мне всегда кажется что допустим вот за этим поворотом там земной рай находится но конечно там земного рай никакого не находится но вот если вот повернуть если не смотреть то вот там ну земля обетованная в общем для меня но это вот мой поворот вот вход на выставку Музыка Входила квадривиум вместе с геометрией, астрономией. В эти семь науктеров искусств, на которых вообще базируется все человеческое знание, а сейчас она входит в раздел интертейн. На что можно рассчитывать в той культуре, где музыка отодвигается в раздел развлечения? Вот слово музыка, просто одно слово обозначает совершенно разные вещи. Музык супермаркетов, да? Я просто страдаю от этой музыки, потому что я чувствую, ну как меня превращают в идиота. Смысл этой музыки, всего этого антуража, блокировать критическое сознание. Что такое яд? Принцип действия яда. Сложные химические, биологические структуры яд превращают в более простые. И тем самым организм или какие-то его суставные части перестают правильно функционировать. Или вообще там умирают, да? И, соответственно, вот эта музыка, которая упрощает сознание, она действует, ну вот, тоже как яд. Вот сознание делается проще. С точки зрения общественно-экономической, это выгодно потребительской цивилизации. В общем, превращает людей в таких вомек в одномерных. Новое поколение, родители которых опрометчиво выбрали в свое время пепси, вот, им как бы деваться некогда, потому что они просто ничего другого не видели. Они считают, что это и есть нормально. Сегодня где-то с середины дня у меня звучит доминорный концерт Моцарта «Финал». Вот, и как бы музыка вот очень тонкая и благородная. Вот, и когда вот я, вот это все вторгается, я чувствую, ну, вся эта ситуация для меня враждебная. То есть я понимаю, как становятся люди террористами. То есть когда вот просто ситуация уже безвыходная, делать нечего хочется взять и взорвать просто все, что угодно. Мне наплевать на музыку в магазинах, если она не моя. А если моя, это значит, что у меня капает копеечка. Это меня радует. Я люблю смотреть криминальные новости. Меня не смущают трупы, кровь и аварии. Но вот представь себе, сидишь ты, занимаешься какими-то прекрасными созвучиями, которые рассказывают публики о чем-то крайне возвышенном. И тебе нужно в какой-то момент переключиться с этого на что-нибудь другое и потом вернуться туда, как бы, с свежими мыслями. Чем возвышеннее, чем светлее то, чем ты занимаешься в музыке, тем эффективнее действуют криминальные новости в смысле разгрузки мозга перед новым толчком этой штаны. Давайте за исполнителей. Потому что я лично в отношении к исполнителям даже, может быть, не самым удачливым, все равно испытываю. Благодарный. Благодарный, да, я испытываю. Ну что, все вроде неплохо. Сам Батагов доволен. Мы все художники, мы все занимаемся своим личным делом. Я не буду там сравнить, я понимаю, что сейчас это как-то одиозно выглядит, могучая кучка, но тоже там какие-то единомышленники, которые там что-то делали вместе. Где-то мы совпадаем, да, в отличие от других. Ведь у каждого композитора есть свой месседж там. Не важно, он может быть абсолютно бездарный, там, великий, невеликий, вообще средний, посредственный. Паша несет вот этот месседж вот радости и мажорного трезвучия, правильно, да? Вот если вот говорить о моем месседже, то это мрачное или радостное выстукивание на тех вот остатках, на которых еще можно выстукивать. Мне кажется, что это единственное, что вот оставить так громко, скажу, цивилизации, вот это вот стучать вообще. Володя пытается достучаться до человека давно уже. Чувствовать дети, когда написано «войдите»? В 70-м каком году? Да нет, все-таки 82-м. Все-таки 82-м, понятно. Ну вот, начиная с того момента, как минимум. Просто с того момента вход замуровали уже. Монолит такой. Сам акт стука все равно остался. Сейчас мы сделаем 5 минут пробную запись, еще одну. После этого хорошо бы композитор спустился и послушал, какой из двух вариантов ему больше нравится. Очень сильный мир работает для вечности. Мы для вечности. Вот все равно исполнится. Вся наша жизнь привела нас к осознанию того, зачем мы оказались здесь и теперь. Причем не обязательно это приводит к осознанию того, что мы должны принять, что мы должны жить именно здесь. Думая, вот допустим, родись я в наше же время, но в Германии там или где-нибудь еще, меня не было бы точно. Это было бы что-то совсем другое. Очень правильно, что именно здесь, именно в это время, вот именно из нашего времени я могу позволить себе таким образом жить в любом другом времени. Ну, в другой бы ситуации обрепли, например, смог сделать. О каком православии может здесь и речь вообще? В 2009 году в Москве, понимаете, я же был очень восторговленный человек, я же 17 лет преподавал в Духовной Академии. Два раза в неделю приговорился к мочам преподобного Сергия. Каждое воскресенье причащался, да? Были такие мысли, что, конечно, монашеский путь, так серьезно обо всем этом думалось там. Я просто думал, что я посвящу себе церкви, действительно, не писал ничего вообще. В течение четырех лет я просто не думал, что я вернусь вообще. Но тут вопрос призвания. Получилось так, что я-то искренне хотел там остаться, но я, может быть, к той жизни не совсем пригоден, да? Там тоже есть момент какого-то отторжения, то есть, да, это очень чувствуется. Ты себя семинарию закончил, академию. Но так получилось, что, в общем, как-то начал оттуда выруливать в этой ситуации. И вот, ну, постепенно, постепенно вот произошло такое возвращение, которое обусловлено очень многими вещами. Ну, что-то вот произошло, я не знаю. Я сейчас себя чувствую каким-то изгнанным таким вот человеком. Я не знаю, как попасть внутрь. Этот самый поворот, ну, вот, поворот этого переулка, как бы там вроде должен в рай начаться, да? Ну, выходишь, а там вот эта банька с пауком как-то. Ну, вот, поворот этого переулка. Ну, вот, поворот этого переулка. Время и место рождения – это вот та задача, которая ставится перед каждым человеком. И каждый человек должен на это ответить. И просто вот тут надо какую-то, ну, трезвость, мужество какое-то, да, вот, не фантазировать. А что бы было бы, если я жил там во времена Бетховена? Если, ну, высокопарно говорить, вот мы там родились для того, чтобы ответить, почему мы родились вот здесь и сейчас. И вот что мы должны сделать для того, чтобы вот как-то это было небессмысленно. Понимаете, вот мажорное трезвучие. Где-то выше инстанции, там, бог, не бог. Ответ принимается. Мажорное трезвучие. Хорошо, проходи. Или, нет, ты знаешь, а вот не принимается. Моя цель в жизни – это там жениться на блондинке с миллионным каким-то состоянием. Правильно ответить или неправильно? Можешь это сказать, а вот это как раз правильно, это, проходи. Вот. А вот у тебя мажорное трезвучие – неправильно, не проходи. Мы же не знаем. Вся наша жизнедеятельность – это вот попытка ответить. Ну, мне кажется, так вот. Но при этом, так или иначе, мы все-таки занимаемся тем, что нам нравится. Ведь правда? Мы вот отвечаем на вопрос, как мы можем. Вот этот критерий, вообще-то, нравится-не нравится, он совершенно неправильный. Потому что мало ли, что нравится. Вот не нравится вставать там в пять часов утра, там, и поклоны земные бить. Кому это понравится? Даже тем людям, которые это делают, это, в общем-то, не нравится. В общем, иначе в этом не было бы смысла. В конце концов, ну, жил Бах. Ну, вот он же занимался, бедолага, только тем, чтобы заработать на своих, там, двадцатерых детей, вообще, на то, чтобы было чего поесть вообще. И ему, я думаю, было вообще не до того, чтобы как-то думать о том, нужен он кому-то. Вообще, вот что мы сейчас обсуждаем, я вот не понимаю. В Томас-Кирхе, в Лейпциге, где он много лет, просто, извиняюсь, работал органистом. Там такая вот табличка, что здесь в течение, там, я уж не помню, скольких лет, играл на органе Иоганн Себастьян Бах, и что там какая-то такая формулировка, все, что он делал в своей жизни, подчинялось только одному, Господу одному, слава. Все, что угодно, любой человек в любое время, в любом месте может воспринимать как урок. Если он это так не воспринимает, то это его проблемы просто. И то, что происходит вокруг, оно, опять же, происходит вот так, для того, чтобы данный человек выучил тот урок, который он в данный момент должен выучить. А вот некоторые, например, жалуются, родился не в благополучной стране, где бардак постоянный. А чего тогда рождался здесь вот? Надо было думать. Я знаю ответ на этот вопрос, потому что если бы ты родился в другом месте, мы бы с тобой не познакомились. И ты бы не сыграл мою сонату. Понимаешь? То есть это все не зря происходит, эти должные ответы. Да, кармическая задача выполнена, кстати говоря. Теперь можно заняться. Теперь можно валить. Да, да. Книга Фуко, силовая вещь, она кончается тем, что, быть может, человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке. И вот эта пограничная ситуация, смывание человека, и его просто не будет, и все. Он просто исчезнет. Его практически уже сейчас нет. Вот что поразительно, что его сейчас уже нет. А нужен он или не нужен? А нужен белый медведь, жираф. Он нужный элемент или не нужный? Или нужны или не нужны? Коралловые рифы. Это упрощение сознания людей, которое делается очень агрессивным. Чем ты больше потребил, тем ты как-то лучше, круче, как сейчас принято говорить. И вот это, что я потребляю, это самое важное. Это абсолютно прямая ветвь к тому, что вид человека самоликвидируется. Вот грустно, что не то, что мы там, наша музыка не имеет в этой ситуации никаких просто перспектив, а никаких перспектив вообще нет у человечества, как у вида, если эта тенденция будет продолжаться. Самое древнее сакральное писание, которое только сохранилось вообще в истории человечества, это Веды. Вот в нем все это сказано. То есть то, что человечество развивается именно в сторону деградации и ни в какую другую точку. То есть вот не бывает такого, чтобы вдруг наступило какое-то улучшение, то сейчас все вот как-то плохо-плохо, а потом вдруг раз и все расцветет. Вот не бывает этого. Все идет только в минус. И потом постепенно где-то наступает вот то, что люди так трогательно называют концом света, хотя, собственно говоря, вот это все движение, это и есть движение от света к тьме. То есть вот от света остался какой-то уже там 1%. Где-то уже 99% тьмы и какой-то такой маленький где-то отблеск. Какие еще формы музыки окажутся востребованы в эти последние секунды нашего замечательного времени, но не все ли равно в конце концов. Вот сейчас мы послушаем, если удастся записать, вот кое-что из востребованной музыки. Какой-то живьем, что ли? У-у-у, нифига себе. Да это на до диез попало, ух ты. Вот так. Вот так. Горька. Как рассказывали очевидцы, как-то раз Башмет приехал куда-то во Францию, туда приехал некий уголовный авторитет из России. По-моему, его уже нет в живых. Вот уже давно была такая фирма, которую давали Башметы. Он пришел на концерт во Франции, послушал Баха, подошел и при всем оркестре очень, так сказать, весомо, серьезно. В общем, он пожал руку Юрия Абрамовича и сказал, Юрий, ты с Богом на «ты». Бах – это охуительная музыка. И вот люди до сих пор это передают друг другу. Вот это была высшая оценка творчества Баха. В конце концов. Стоило приехать во Францию, чтобы это понять. Вот так. Вот это вот признание. Ты это, Валеса, в фильме вставляешь. Бах! Это… Мне сто раз пересказывали. Ахуительная музыка! В общем, он рассказал это с соответствующей интонацией. И очень так… В общем, расставил все точки воды. Валеса, в фильме 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 Субтитры создавал DimaTorzok